Конец 80-х и начало 90-х прошлого столетия считаются золотым временем для бокса, но особенно ярко это было выражено в среднем весе. Огромное количество талантливых и бьющих нокаутеров создавало невероятную конкуренцию и яркие бои. Приветствую вас, ломающие куксы. С вами Федорович. А в этом видео я хочу вам поведать ужасную и трагическую историю лучшего нокаутера в первых раундах всех времен во всех весовых категориях, которого называли Мини Тайсоном Джеральда Маклеллана и его противостояние с Найджелом Беном. Нашу историю я начну с одного из самых популярных аматорских турниров под названием «Золотые перчатки», который дал старт для очень многих будущих звезд. В 1988 году в полуфинале легендарный Рой Джонс встретился в ринге с Джеральдом Маклелланом и проиграл. Это поражение он запомнил надолго, ведь в отличие от явной судейской кражи на Олимпиаде, здесь все было справедливо. Весь мир ожидал реванша между двумя лучшими средневесами нокаутерами, но Рой Джонс перешел во второй средний вес и победил чемпиона Джеймса Тони. Теперь весь мир ждал реванша с Маклелланом, чтобы Рой смог считаться лучшим из лучших. В свою очередь карьера Джеральда тоже складывалась фантастически. За первый год на профи ринге он одержал 10 побед и все досрочно. Никто из его соперников не доживал до третьего раунда. Но Маклеллан в начале карьеры плохо распределял силы, отчего дважды проиграл судейским решением. Но сделал из этого правильный вывод и перекрыл поражение 12 досрочными победами. В том числе став чемпионом среднего веса по версии WBO, нокаутировав чемпиона Джона Магуби в первом раунде. Но Джеральд недолго владел этим поясом, ведь он решил его просто оставить ради более ценного трофея и поединка с Джулианом Джексоном за пояс WBC, который он завоевал в пятом раунде, несмотря на то, что все ставки были в пользу Джулиана 3 к 1. Конечно, Джексон захотел реванша, но сильно об этом пожалел, когда Маклеллан отправил его в нокаут в первом же раунде. Казалось, ничто не может остановить двухкратного чемпиона на пути к величию. Но в мире бокса далеко не все зависит от бойца. Есть такие люди, как промоутеры. Они могут возвысить боксера до звезд, а могут зарыть в навоз. Печально известный Дон Кинг был лучшим промоутером в 90-х и, конечно же, он заманивал в свой лагерь лучших боксеров, обещая им золотые горы. Но, как показывало время, эти горы боксеров уничтожали. В 1995 году Дон Кинг подписал контракт с Джеральдом Маклелланом. И первое, что он сделал, создал такие условия, из-за которых тренер Джеральда Эммануэль Стюарт, который тренировал его с самого начала профи-карьеры и сделал его номером один паунд-фу-паунд, лучшим нокаутером по количеству побед в первом раунде в истории бокса, должен был уйти с команды, так как он был категорически против планов Дона по поводу дальнейших боев. У Кинга были грандиозные планы организовать супер-мега-бой Маклеллана против Роя Джонса, даже несмотря на то, что Джонс выступал в более тяжелой весовой категории. Но прежде чем сразиться с Роем, Джеральду сначала нужно было стать чемпионом в новом для себя втором среднем весе, и выбор Дона Кинга остановился на Найджеле Бенне, который владел поясом WBC и защитил его уже шесть раз. В интервью Бен сказал, что абсолютно не боится подопечного Кинга, которого тот называет Мини Тайсоном и полностью готов к бою. Все вопросы были улажены, и бой был назначен на 25 февраля 1995 года. На момент боя Найджелу Бенну было 32 года, в то время как Джеральду Маклеллану 27. Несмотря на то, что Найджел владел чемпионским поясом уже более двух лет и защитил его шесть раз, у всех экспертов был лишь один вопрос. В каком раунде Маклеллан нокаутирует Бен? И большинство ставило на третий раунд. Все разговоры были только про Джеральда, и никто не давал шансов Найджелу. Букмекеры сначала давали 3 к 1 в пользу Маклеллана, а перед самим поединком ставки возросли до 5 к 1. Мало кто обращал внимание на то, что для Маклеллана это была новая, более тяжелая весовая категория. Хоть это и не удивительно, но он считался самым жестким бойцом-накаутером своего времени, имея феноменальный рекорд в 31 победу, 29 из которых нокаутом в первых раундах. Только Найджел Бен верил в свое преимущество. В интервью он сказал, «Понимаете, адаптация к новому весу должна длиться месяцами, а может и годами. Когда я поднимался в весовой, мои удары уже не останавливали противников, требовалось время, для того, чтобы моя сила возросла до нового веса. Но у Джеральда не было этого времени». Как бы там ни было, все было организовано на высшем уровне. И все, как эксперты из мира бокса, так и зрители в переполненном зале, ожидали настоящую войну. И они ее получили. А поединок был признан боем года по версии журнала «Ринг». Первый раунд был ужасом для чемпиона. Уже через 30 секунд он оказался за канатами ринга, получив серию из самых сильных ударов в своей жизни. Но Бен встал. И, продолжая получать жесточайшие удары, любыми способами пытался выжить. И кое-как ему это удалось. Во втором раунде Найджел переродился и вышел совсем другим боксером. Он шел вперед и мстил Джеральду за первый раунд своими мощными панчами. Третий раунд прошел в обоюдном обмене с жесткими ударами. Маклеллан понял, что его план закончить все, как обычно в первых раундах, провалился. И теперь нужно беречь силы. Четвертый раунд прошел под диктовку Найджела. Он классно уходил от ударов и выбрасывал свои быстрые и жесткие кувалды. В пятом раунде зрители Визжа от восторга начали замечать странную штуку. Маклеллан высунул капу изо рта и держал ее только зубами. Но при этом продолжал жесткую рубку. Шестой раунд проходил в обоюдном обмене. Но в одном из моментов Бен классно пробил через руку и все-таки выбил капу изо рта Маклеллана. В седьмом раунде бойцы решили передохнуть, за что чуть не поплатился чемпион. Под конец восьмого раунда Джеральд снова поджал Найджела у канатов и разрядил в него свои пушечные удары, отправив на канвас ринга. Но чемпион снова поднялся и бросился на претендента с ударами. В девятом раунде, несмотря на весь накал поединка, комментаторы начали замечать странную штуку. Маклеллан жевал капу и часто моргал. В десятом раунде пошел отсчет с самым трагическим трем минутам в истории бокса. Правый кулак Бена нашел голову Маклеллана и тот опустился на одно колено. А рефери открыл счет. Джеральд встал. Но практически сразу же правый апперкот Найджела заставил его опуститься на одно колено снова. И снова рефери открыл счет. Но на этот раз Маклеллан не встал. И рефери объявил победу Найджела Бена техническим нокаутом. Толпа взорвалась. Все поздравляли Найджела с седьмой защитой пояса в бою, в котором ему никто не давал и шанса. Джеральд встал. Дошел до своего угла и снова сел, потеряв сознание. Его немедленно уложили на носилки и отправили в больницу. В эту же больницу отправился действующий чемпион, чтобы поддержать своего бывшего соперника. Я был в ужасном состоянии, несмотря на то, что сохранил свой пояс. Мне сказали, что Джеральду становится только хуже. Я зашел к нему, но он был без сознания. Я взял и его за руку и поцеловал. В этот день я молился за него. Операция особо не помогла. Маклеллан был парализован, полностью слепой и почти глухой. Его приговорили к инвалидному креслу до конца его жизни. Узнав такие новости, Найджел Бен, человек, который был виной этому горю, сказал, «Я был сломлен и полностью разбит. Я решил завершить свою карьеру. И в этом же 1995 году я повесил свои перчатки на гвоздь». Это трагическое событие вызвало огромную бурю и критику в прессе. Прежде всего, осуждали организаторов, боксерскую комиссию и врачей, которые не провели осмотр боксеров перед боем должным образом. Но все это было уже после и ничего изменить не могло. Гонорара, который Маклайланд получил за этот бой после выплаты гонорара команде и промоутеру, едва хватило, чтобы оплатить больничные счета. За Джеральдом присматривает его сестра и родня. Через 12 лет после этой трагедии был организован благотворительный сбор средств для Маклайлана, в том числе с участием его карателя Найджела Бена, который до сих пор чувствует за собой вину и живет с этим грузом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, что вы об этом всем думаете. Это называется лепить. Наше упражнение секретное комплекс упражнений по милитации. Старайтесь эти упражнения значит не светит нигде. Шарики солнечные. Ставил. Благодарю за просмотр и настойчивость в тренировках. Субтитры создавал DimaTorzok